йоу 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 кажется я все сломал надеюсь нет или да или кто-то наподобие короче резко так залетаем на стрим прям сразу прям вот бам и все мы здесь щас я прям быстренько надо зайти в ютубец мы сейчас проходим если чо life is strange а before the storm вот если вдруг кто-то не знал я щас копирую ссылочку сюда это все быстренько удалю а это быстренько выбью о красотища публиковать готова 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 как меня слышно а это быстренько выбью о красотища публиковать готова 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 все отлично меня слышно значит а мы можем идти в игру собственно а проблему с тем что я не не решил это озвучка русская к сожалению а кликбейт получился в названии но я не виноват почему-то чуваки которые делали русскую озвучку для life is strange остановились только на первой части и на первом эпизоде это дополнение приквела так сказать это плохо но как бы я их не виню они это вообще походу бесплатно делали по ходу лад а ладно будем играть с тем что есть я как и великолепнейший диктор готов провести для вас экскурсию в моем english познальщ на и попробую все это переводить читать успевать субтитры а вот собственно я надеюсь я буду успевать их читать прежде друзья мы чем они исчезли а вот а я все сломал чертова и дряни пени этого быть не должен а вовсе получилось как только я начал запись стрим какие-то звуки звуки музыка как будто из первой части вкусе и но перштейн экзакли вот федя где нибудь и никс представляет дэк-найн продакшинс life и стрельбы поза что да и но фернштейн все это вкус чего еще у нас там второй эпизод что ли они третье уже 3 да по моему треть а ну да третий же стрим и но в прошлой части мы узнали что-то загадочная женщина с которой усил отец рейчел у в парке у дерева у дуба до оказывается ее мать родная и но вот и на этой почве все поругались и эпизод кончился в этом эпизоде мы будем как я думаю свыкаться с этой мыслью и идти дальше мада ранее в лапе стрельбы поза что я чувствую что мой отец данным давно что-то скрывает просто не понимал что именно дверь сплое все равно есть что вини за что винить это значит вы не оставили мне выбор вы пожинаете последние ваших день мы считаем что в данный момент всем будет лучше если я к вам перееду мне бы и в голову никогда не пришло что ты предпочтешь 9 до мне 9 для меня теперь закрыть домой я вернулся больше не смогу это свалка все что мне осталось вопрос срю толкает колеса аксиунда для дэймона пойдешь в комнату дрюй полная заберешь и что тут случилось чтобы не случился открывай дверь да мне нужны мои бабки на пути джульет возникли преграды всему виной это инфернальная инферна пера короче дорогу перекрыла ни за что блять на свете ее не заменю типа клянусь тебе мы с острова сего отправимся открытая книга ляжет мир у наших ног что же ответишь ты мне на мою мольбу да давайте свалим без шуток если ты не серьезно это не хреново такой жизни который ты описываешь мне никогда не будет это мне сделать чтобы тебя убедить почему-то не может просто сказать не егучую правду рейчел рейчел дамом и женщину которую ты видела она мне любого не стресс дать она твоя мать маду 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 поехали я хочу тебе все рассказать но ты точно уверена что стоит быть здесь вовремя хлоя остается так у меня кошки орут так что это самое извиняйте в курс разумеется перед там не кричит просто всегда знаешь что роуз моя жена и твоя мать а моя жена и твоя салаты у женщину которую ты видела в обзорном парке ее зовут сэр сэра амономоном она твоя родная мать я все тебе расскажу рейчел всю правду от которой так долго от гаража но правда бывает горькой ты уверена что готовы ее услышать это именно что ты готовишь? охлая интересно я хочу и нет это круто ты нужна мне забыл уже управление с петрей там опять что-то не так я не понимаю почему и что со мной в школе училась одна девушка которую все обожали учителя друзья пера была всеобщей любимицей все парни хотели с ней встречаться я едва мог поверить что она выбрала меня sometimes иногда я думаю что это не давала мне правду она была полна энергии и проявляла такой живой интерес ко всему еще тогда я понял что у меня и было мало пока другие стремились к учебе в колледже карьере семье цели не было до этого дела она мечтала сбежать русский он сэробики я думал беременность сыра решит все проблемы так и вышло но ненадолго не твое рождение стало величайшим событием в моей жизни мы испытывали такую любовь к тебе но я все еще оставался след как бы сильно она тебя не любила тогда этого оказалось недостаточно сэр всегда искала пути побега я пытался помочь ей больше года заставлял себя верить что все еще что она все еще хороший человек курс чтобы не случилось она никогда не сделает ничего что причинить тебе вред я ошибался конце концов венчу я увидел ее настоящее лицо она уничтожает все на своем пути никто и ничто не могло я насытить даже любовь и ее собственные дочери я был в отчаянии не знал что делать и потому сделал выбор я бы никогда не позволила мильчу из снова причинить тебе вред санса перед санса кто из вас тихо то что ты видела в обзорном парке это правда мы поцеловались и это был самый грустный поцелуй в моей жизни я сказал ей как раз что она наконец привела свою жизнь в порядок но она не может просто так взять и решить стать твоей матерью не после того что натворил не после той боли что причинила окружающих тех жизни что сломал я сказал что ей было даровано величайшая возможность шанс быть твоей матерью и она упустила ее мне было больно так ее ранить но ради твоей безопасности я повторил бы это снова нигде снова и снова чтобы тебя спасти или обезопасить там разные интерпретации хочешь сказать тогда ты увидел и поговорил с ним первый раз за 15 лет нет я ежемесячно отправляю деньги деньги это наша договоренность а теперь она хочет со мной встретиться с до покрытия но рэйчел это невозможно почему нет если рэйчел этого хочет наркомания это болезнь она затрагивает всех не только самого зависимого я не позволю а тебе снова пострадать от ее порога даже если это так рэйчел все равно может с ним встретиться и может тот тот факт что она хочет со мной увидеться означает что она излечилась может и так но подумай о том что целых 15 лет она предпочитала себе а предпочитала тебе деньги рэйчел думаю мне нужно прилечь я не могу оставить рэйчел разбираться с этим в одну должно быть вам сейчас тоже тяжело мистер эмбер могло быть и хуже мой самый большой страх это рэйчел будет искать встречи с сэрой я всегда этого боялся почему вы ничего не говорили ты понятия не имеешь сколько боли причинила сэра зависимость вынуждала ее желать ужасные вещи я не хочу чтобы рэйчел проходила через подобное что ужасного сэра сделать с рэйчел вы боитесь что сэра что-то сделать с рэйчел не думаю что она может навредить кому-то нарочно но наркоманы и безумысла причиняют время да но рэйчел еще не ребенок уже послушай меня внимательно сэра приводила в наш дом уголовников и наркоторговцев ради своей зависимости она подвергла рэйчел опасность вы думаете сэра может быть связана с здешним нарком торговцами не удивлюсь если так и есть в этом вся она я думаю сейчас рэйчел доверяет тебе больше чем кому бы то ни было и сейчас вы попросите меня повредить на рэйчел чтобы она делала то чего вы хотите сейчас я попрошу тебя поступить так как вели твоя совесть но пожалуйста оставь безопасность моей дочери на первое место попробуйте сказать правду о чем ты ну знаете вы ведь и угарить своей дочери 15 лет долгал это правда и почему мне нужна твоя помощь я лишь забочусь о рэйчел сделаю все что смогу знаете ли я тоже о ней забочусь знаю спасибо тебе пойдем к ней озвучка в моем исполнении да я бы послушал потом запись стрима скажи привет youtube и эхо в зале как никого о первый раз в комнате рэйчел дой седой скуэр эникс заскучились все наверное по такой хуйне я заскучился поэтому скуэр эйкс дэк найн рэйчел лады стрэйч бе позже что мы эпизод 3 от пусть легла спать я не смогу как-то показать рэйчел что я рядом давайте же все посмотрите поддержать рэйчел прошлом ночью нам практически удалось сбежать и сейчас даже не знаю я не знаю есть раздел о том как помочь четверкам справиться с охерительной драмой нет ну что то наподобие всегда береги себя обязательно но от кого обереть беречь себя от колода фонарик и ну да представишь что выступление было всего пару часов назад с этого момента все будто верно перевернулось что то останется с сегодняшнего вечера смотришь на рэйчел и кажется будто быть отличницы проще простого даже как-то грустно Видеть все эти страдания Рэйчел и правда увлекается звёздами? Возможно, она так лучше ощущает связь с миром Я думаю, что Рэйчел готова оказаться где угодно Только не здесь Ну, в граффити, я думаю, она обидится, если граффити будет Ну, давай, сделай Можете, я смогу сделать мир чуть менее жутким В поезде я сказала Да, ну, у неё глаза открыты, она в курсе Она сейчас увидит и обидится Я не могу, спасибо Мы не можем, это все Я не могу, чтобы ты подходит Я не могу, чтобы не было Я не могу, чтобы не было чё аку кого блин типа дай мне знать если тебе нужен а комплекс не понял них я слышала что рэйчел и нейтан иногда тусят но это все время сложно поверить даже не представляю чем сейчас думает рэйчел но хочу чтобы она рассказала когда будет готова классный ночник на слой нить этому свету нужно больше света что я могу отыскать ну например выключить лампу рэйчел знает как сделать крутой даже фиговенькую лампу рэйчел так много вдохновений что она еле успевает их собирать да и всякие фоточки и вырезки и всякая хуйня вышивка инь и крутецкий я не рэйчел эмбер рэйчел окружает так много любви но она все равно кажется такой одинокой а я забываю что здесь всегда можно бы считать ты же прекрасная дочь и в день ее дебюта ни пуха ни пера мы тебя любим мама и папа логично что рэйчел нужны два знака для ее обалденности и теперь буду называть ее левораком леворак так не это тут там все интересно ну вон же у не выключу даже ты или не смог придумать такую трагедию через которую проходит рэйчел я знаю что то чего не знает мисс аркадия я тоже могла бы получить такие оценки просто не хочу такая же хуйня ой я оставляю дверь открытый на случай если ты не взяла ключи пожалуйста возвращайся домой не важно что уже комендантский час маяча не могу пожалуйста а еще еще беседа рейчел хлоя вы где ребят мы на бурной актерской вечеринки я рейчел уже 1 8 написала и не думаю что мы придем клоя ты должна прийти до клоя ты была великолепна детка эй хлоя справились сегодня на отлично спасибо не смогу но ты же всех нас спасла без тебя спектакль бы не состоялся серьезно просто приходи тащи рейчел сорян ребят ну да выключить же лампу надо ебаный рот ай ты хочешь прям я понял ладно ой все все готовы рейчел слайдчо Так, лучше привести ее в первую очередь. эй на цене так красиво так и думала что тебе нравится всегда любила звезды бля мне тоже нравится пиздец почему они напоминают нам что там наверху очень много красоты которую мы почти никогда не потому что мы ослеплены тем что находится перед нами именно потом я узнал правду звезды которые мы видим мертвы уже миллионы лет партии тэн тэд и они лошадь лошадь лая лая но от этого они не становятся менее красивыми правда не знаю раз они не настоящие в чем тогда смысл все это ложь она повсюду моя жизнь мой папа моя мама если я еще могу ее так называть и та другая женщина моя настоящая мама она самая большая ложь я не могу им доверять думаю ты единственная во всем мире кому я могу довериться сочту за комплектом хоть ты выбрала меня методом исключения хорошо я носил этот браслет всю свою жизнь я никогда не спрашивала почему никогда даже не задумывалась об этом я будто и так и знала даже если на самом деле не подозревала что моя настоящая мать не со мной забери его обратно нет лучше места для него не найти бля прикольно вайп такой классный хуёво конечно да что такая ну трагедия травма пиздец но смотри какой какой бля как классно а теперь она рядом приехала сюда ради меня думаю я должна с ней увидеться это неправильно я не знаю сказать честно и понятия не имею что правильно в этой ситуации что нет я только знаю что пойду за тобой что бы ты не решила но что если мы не сможем ее найти нельзя же просто взять и спросить у отца я понятия не имею с чего начать есть одна идея думаю я знаю с чего начать позвоню Фрэнку и говорю помочь связаться с ней ты правда это сделаешь ну попытаюсь но если мы узнаем где она она будет как-то для нее добраться не могу я же попросить родителей нас подкинуть это у меня тоже схвачено не беспокойся серьезно? да на самом деле я разберусь с чем угодно только попроси ой бля ну пиздец знаю что ты так и сделаешь но даже если мы ее найдем как с ней заговорить что сказать ну давай как-нибудь сама ты поймешь после того как умер отец я боялась что не пойму как с ним заговорить но каким образом когда мы разговариваем я всегда знаю что сказать когда вы разговариваете он во снах он кажется таким настоящим как будто другая страна моей жизни и раньше только а раньше только она имела значение я никогда никому об этом не рассказывала странно да ээээ я просто задумалась может я ошиблась кому какое дело что звезды мертвы пока мы видим их, они живы для нас, правда Правда. 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 Что, собственно, происходит? Субтитры сделал DimaTorzok Папа, кажется, мы заглохли. Эй, может, стоит месяц за рульсис? Тогда всё не так делаешь. Да, разочек только было. Помнишь, как мы раньше вместе чинили машину? Это один из самых приятных моих воспоминаний. Мы никогда это было не с тобой. Ты готов поклясться, что это был я. Ладно, ты уйдешь. Почему бы тебе не пойти и не перекусить? Или чё там скажу, ты уверен? Что случилось? Ты не видел ничего? Не так... ты не настоящий семья рейчел это просто актерство ну что однажды сказал уильям шекспира весь мир театр потому что все мы должны играть свои роли яблочко я не хочу быть актрисой я просто хочу быть собой причины по которым мы притворяемся ложь которые друг друга кормим не так ужасно как скрывается скрываемая нами правда а ты думала от кого это все у тебя а вот и мой выход релакс расслабься мило это притворство верно просто стейсмен синической магии мощной софиты санта звуковые эффекты лукаты 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 лукатми искорная горько все будет хорошо папа ебать там спецэффекты банку со сгущенкой протащился виктория ну чтоб сомневался реально и ночи там делать типа виктория чейс себе пришло ладно я видела как сэр и выходит из фургона флэр фрэнка возможно он знает как ее найти а еще он возможно дико бесится из-за бабла дэймона так что у меня нет права на ошибку я справлюсь прайс фрэнк телефон ждал где бабло ослабься она у меня расслабь сейчас приеду за ними мне нужно спросить об одном одолжении блять серьезно мне нужно найти ту женщину которую я видел вчера сэр фрэнк по какой хер это важно ты сможешь помочь для меня это будет много значит я буду очень благодарна я твой любимый покупатель помнишь встретимся на свалке через два часа и принеси ебаные деньги огонь спасибо мужик настоящий прошло ввязываюсь спасибо что поддержала меня вчера мне намного лучше угадать что и по мне уже соскучился да это тоже но еще через два часа встречимся с фрэнком на свалке думаю он поможет нам связаться с сырой охренеть у гусь я еще дома схожу в душу захочу инструмента для пикапа ну так что увидимся на свалке я приду то наверное невероятно хлоя прайс ладно нужно убить два часа принять душ был бы просто охренеть так но тут мы уже миллиона раз все осматривали белишки не смотрели обычно мое белье стирает мама когда ее достает что я не стираю его сама может она поверила что я никогда не вернусь домой папина куртка любимая куртка точно заберу ее с собой если вы встречу когда-нибудь все же уедем ладно поехали мама что музыку слушает значит я таки была права рейчел эмбер грёбанная злобная сучка о да она такая видимо мы теперь считаем себя ты теперь считаешь есть свои помощи агась хватит меня это ж блядь видимо ты теперь считаешь себя ее помощником у гумс хватит меня это школы вчера всем было на меня насрать всех заботила только рейчел 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 когда ты кого-то опаиваешь и тебе это выходит боком вот незадача то то может быть хуже ой не пойми быть и они пойти бы тебе нахуй быстрее дух это что полотенце дэвид мое то блин где ладно за полотенце наверняка где-то здесь нужно просто спокойненько ходящие место для полотенца это что тряпок не отдал полотенца как же меня бесит видеть здесь только с дэвидской в деревне потрастного пиратского ничего нету короче 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 попалась поверить не могу что наш макс так перлись по этой хренье погоди к нему красный дом русс капитана синей бороды макс собралась сделать меня пиратом но руки у нас так и не нашли ля сколько лет она там у тебя волосы не сгорят если ты сейчас покрасишься готова к лучшему душу своей жизни горячая вода не подведи холодная вода не отбегай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне нужна новая одежда Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И череп Блин, давай череп поглядим Я потому что уже забыл, как он выглядит А, да Блин, и так хочется и сяк Ладно, давай оставим Ладно, осталась последняя деталь Надо забрать папины инструменты, чтобы починить пикап Папин ящик со инструментами должен быть внизу в гараже Ну, была не была Такая шанса того, что я снова сумею избежать встречи с мамой или Дэвидом Не знаю, не знаю, подруга Она же убежала из дома Но Я-то все думаю, что типа такого Она же при них убежала из дома, короче И сказал, типа, я не верю Я их переворачиваю Пока рано Я же сказал Три минуты на каждой стороне Но они же подгорят О, так ты у нас теперь эксперт Не могу на это смотреть Уверяю, тебе получится Уверяю, тебе получится Если Ха-ха-ха Знаешь, что не обязан готовить мне завтрак Ну, не цветов Ты все время готовишь Я хочу, чтобы ты хоть дома немного отдохнул Да вы, Дэвид Мэдсон, настоящий джентльмен А мама сейчас и правда выглядит счастливой Мама выглядит очень счастливой Ну да, ее Дэвид помогает Может, реально стоит пересмотреть свои приоритеты В его отношениях Эй, кто здесь? Эй, кто здесь? Эй, кто здесь? Эй, кто здесь? Эй, твои волосы Когда ты... Это для пьесы? Слышал, ты вчера выступил? Нет Я имею в виду... Да, я выступил Но это... 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 Что-то... Другое... И эта футболка... Стуалет я ее не видела Душа же заботы Мама... Смотри мне много? Правда Прости Ничего этого не важно сейчас О, я так рада видеть Доброе видеть, Клоэй Все что ты тут Хлоэй Ты поступила разумно вернусь с тобой Я совсем ненадолго Я... Я ненадолго Просто нужно кое-что забрать О Ты придешь домой? Мама Мама Я не знаю Я не знаю Мне очень хотелось бы, чтобы ты рассказала Типа Где ты вообще есть Кусую с Рэйчелом Я... Я просто Кусую с Рэйчелом О Как у Рэйчел дела? Я рассказывала Дэвиду про пьесу Твоё не участие Я... 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 Правда поройся Погоди Пока не ушла Дэвиду, есть что тебе сказать Да блядь, как всегда Всего минутку займет Мам Мам Хлои Хлоя Я... Я... У меня нет на это времени Да погоди ты минуту, пожалуйста Пожалуйста Я... Должен перед тобой извиниться Вперед Лёд Хлои Хлоя Вчера мне не стоило просить тебя вывернуть карман Я перейднул палку и... Мне жаль Просто что происходит Извинение принято Ладно Ладно Серьёзно? Да Хорошо сработано И... Хорошо ты его прижал, мам Ну или что ты там сделал Хлои Хлои Это здорово Что он тебя слушает Можно мы на этом закончим? Погоди секунду Погоди секунду Не уходи Хлоя Не уходи, Хлоя Я собирался тебе кое-что показать Может 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 сейчас самое время Это Это Мой друг Фил Беккер Мы Два срока служили в одном батальоне Беккера Убили под конец нашей службы А он подорвался на дороге На самодельной зарчатке Мы постоянно шутили как будем дебоширить Когда вернемся домой Когда мы вернемся домой Но он погиб Он погиб Он погиб А я нет И я думаю об этом каждый чертов день Суть в том, что я познал горе И понимаю, через что ты проходишь Поэтому он Наверное, я хочу сказать Я рядом И сделаю все Что в моих снах И чтобы помочь тебе справиться С потерянством Пожалуйста Я умоляю тебя Дай тебе шанс Хорошо Блин, ну обни ты ему Хотя бы так На показуху Вот Почему бы тебе пока не Оставить это фото У себя И подумать о моих словах Принять предложение, конечно Дэвид выглядит таким юным А этот фил Кажется, они были близки Да Спасибо Спасибо, Дэвид О, Клоэ Мама Я просто так рада Я обоими горжусь Мама Мне правда нужно идти Будь осторожна, Клоэ Я люблю тебя, сонечка Я люблю тебя, сонечка Хорошо Хорошо Ну и все Без 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 всякой херни Спокойненько так чисто на лайте Оп-оп Няшно там Какого черта Дэвид Дэвид Переезжает Просто взять папины и струнки Быстренько свалить Охренеть Охренеть А ну правда может помочь Почти в пикаре Это мне действительно помогает Для фиксировать трюк Охренеть 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 Ну же Ну же Не выкобенивайся Черт возьми Лучше Лучше Но Здесь все еще не хватает Я смогу укоротить этого зверя Укрой 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 Просто нужно подобрать Мада Для каждой хуйни свой инструмент Хуй Это Дэвид Тебе Но мой номер мама дала Именно так Я заметил что ты взяла инструменты своего отца Работаешь над каким-то проектом Типа того А над каким именно Прости я сейчас немного занята Что ж я рад что ты чем-то заинтересовалась Так держать Да Крышу распределителя Зазорная труба Да Радио Включен что ли Топливный фильтр Что Поликлиновый ремень Проблемы я точно вижу Просто нужно подобрать для каждой правильной инструменты Простережь да Так Для правильной инструменты Скажи как фанаты, Skip Да я посмотрел Привет Мне нужна была рука Но я очень рад что оно есть Я так рад что оно есть Крышка распределителя Да Я стремлю тебя, ребята Скипмати Я знаю Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха ключ на 8 давай с этого и начнем он не слабо расшат для подчинки . номер не подойдет план давай проверим сначала все эта штука все загажены я думаю стоит переключиться на что-то другое как тебе тут все держится смогу поправить четыре вот так сидит как смертоносная электричная перчатка вот с одним уже решили маленьком скрытие скрытие скрытку очевидно плечи сделал и проверил ну 7 раз от меня один раз гадость должна помочь определяться вот хуйня охрана лесов и гайбы пожар не цену еще не потушен ожидается поднятие среднего или густого дыма рекомендуется действия на свежем воздухе что делаю я да да прикрепить обратно возвращайся откуда пришел дальше трубку пусть остается отчет топливный фильтр просто пиздец какой грязный фильтры кажись кают он получил накануне дыма мануал вот я не глади себе я понял воздушный фильтр и топливный фильтр раздушкой делать нихуясь у тебя отдыхалка классный супер четко огонь и байк руки все черные это это как бы его затянуть ааа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 подругами дамочки нет семьи или друзей послушайте все это не важно просто нужно чтобы вы перестали задавать вопросы по нет скажи мне где она сейчас я хочу плене погодите-ка да ладно начинает проясняться это дочурка джеймса эмбер твой папочка знаешь тот еще ну да кому какая разница сел и уйдут а не длинным какого отношениями точно вот это будет дальше а вот что будет дальше хороший мужик они все лишь дети нет не просто это дочурка ебаного прокурора и сейчас она расскажет мне о том что задумал ее папуля и как он связан с этой шлюхой о которой все спрашивают дэймон успокойся все еще разговариваем все в порядке не надо сходить с ума на нахуй мочите уж до конца тогда ебаная ты сука уходите немедленно а а а Дианзий. Си! 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 Эй! Придаль, я не знаю. Ратер? 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 ВСБА? КОНЕЦ 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 С Рэйчел все будет в порядке. Нож повредил плечевую артерию, но не разрезал. Дело закончилось так, что Рэйчел сейчас отдыхает. КЛОЕ Что произошло? Это моя вина. Я должна была прислушаться к вам. Сэр... В чем-то замерся с этим психом Дэймоном Мереком. Я знаю точно, кто Дэймон Мерек. Начни сначала и расскажи все по порядку. Вы с Рэйчел пытались связаться с Сэрой? Я не собираюсь забронить или обвинять тебя, Хлоя. Но мне нужно полная картина произошедшего. Ну, я уговорила свое утро Гоша встретиться с нами. Так он знает Сэру. Фрэнка Бауэрса. Да. Да, именно. Но... Дэймон пришел с ним. Что сделал Мерек? Блядь, он хотел и про Сэру спросить. А, нет. Он запугать нас хотел. Типа, хотел спросить какого хуя типа все ищут эту ебучую Сэру. А, типа, его это бесит. Так все дошло до насилия? Он хотел компромат на вас. Когда он узнал, что Рэйчел дочь прокурора, он захотел информацию на вас. И как же он раз знал, что я ее отец? Может, он уже знал. Не знаю. Может, он ее уже где-то видел. Что произошло дальше? Дэймон выхватил нож. Мы все его видели. Но... Потом он сказал что-то, что взбесила Рэйчел. Она просто схватила деревяшку и его мазала ему. А потом он ее пырнул. И Дэнни стабдер. Я продолжаю думать, что может быть, я мог бы сделать что-то. Но... Но когда он напал на нее, я просто застыла. Это не твой косяк. Потом Фэнк его задержал, чтобы мы смогли добраться на пикапо. Я услышала крик. Но я не знаю, что произошло. А потом... А потом вы оказались здесь. Спасибо, что он сказал правду. Я попробую повлиять на Рэя. Может, получится вернуть тебе место в Блэквэл. Что, если Рэйчел еще хочет встретиться с Сэрой? Ну, Рэйчел. После всего этого, надеюсь, она наконец сообразована. Мне сказали, что если бы Рэйчел привезли на пару минут позже, она могла бы не выжить. Спасибо, Клоэ. Ты спасла мою вселенную. Рэйчел еще нескоро проснется. Обещаю, что сразу же дам тебе знать. Хорошо. Спасибо. Так, подожди, что по настройкам? Сглаживание тут имеется. На высоких стоит сглаживание. И я вижу пиксели какие-то. Можете вообще выключить сглаживание, чтобы на Ютубе не... Чтобы на Ютубе все плохо не было. Там тоже пиксели, наверное, будут. Я не знаю. Блядь. Давай попробуем на среднем поставить. Не знаю, что будет. Эй. Привет. Стеф. Стеф. Как там, Дрю? Неплохо. Мисс Эмбер мне только что рассказал, что выкарабкается. Я очень рада. Ага. Ну, наша плата чуть дальше по коридору. До свидания. Окей. Обязательно. Я не думаю, что способна продолжать сидеть на месте. Почему бы не разбирать ноги по каждому. Пробуждение Рэйчел. О, мать. Да ладно. Не знаю, что я не знаю. Это мне все будет не очень. О, мать. 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 мне бы таких еще штук 20 огонь сейчас ожидание я бы себе вычитать это как же отстойно так долго торчать в больнице я просто хочу чтобы рэйчел проснулась тогда мне станете легче я обязана фрэнку поверить не могу что он сделал такой ради нас надеюсь он в порядке хотя я в любом случае не смогу ничего поделать с дэймоном он попытается добраться его делом занимается джеймс эмбер да странно так знаете что я наверное вот так вот оставлю все как есть и схожу прям буквально на пять минут отлучусь вкусняшек принесу и 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 Продолжение следует... 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 Спасибо тебе... Продолжение следует... 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 Рэйчел говорит привет перед вами Классно попиздя Хлоя, это мистер Эмбер Рэйчел только что проснулась Уверена, она будет рада тебя увидеть Спасибо Так, где? Че? Куда? Дай Вот там Как вкусно Пап, я рада, что ты здесь Я тоже Рэйчел Так больно Тихо, боль пройдет Клоя пришла Хочешь, чтобы я остался? Нет Я справлюсь Спасибо, пап Я скоро вернусь В немного Мой ангел-хранитель Как ты? Как ты? Не хорошо Так себе Лучше рядом с тобой Милота Рэйчел Рэйчел Мне так жаль Что? Почему? Ты попала сюда из-за меня Из-за того, что там на свалке я впала в ступор Прократи Прократи Заткнись В тебе было столько ярости Я просто застыл Я проебалась И мне так жаль И ты спасла мне жизнь Ты спасла мою жизнь Я тебя чуть не потерял Поверить не могу, что тебя чут Я так просто не отстану И хорошо Я рада, что твой отец рада Я имею в виду Я на него до сих пор За все замуж За все Но Я чувствую себя Так здорово Имеет возможность на него положиться Мой отец Я чувствую себя В полной безопасности Как На Маунтхуд Как на Маунтхуд Как на Маунтхуд Что ты делаешь для меня кое-что? Что угодно Сэра Сэра Моя мама Так странно произносить это Если честно Я ведь даже не уверена Кто она такая Но Думаю Все равно Хочу с ней Стретиться Ой, пардон Я так и думала Я даже не знаю Я даже не знаю Не уехала ли она Из Аркадия Бэй Но если не уехала Ты найдешь ее Пожалуйста Ты этого на самом деле хочешь, да? Да, Хлоя Безумно хочу Безумно хочу Тогда, конечно Чего бы это ни стоило Убери, но у папы есть ее номер Может, в его кабинете Ключ от нашего дома лежит под Ковриком Код 0722 От кабинета твоего отца 0722 Да Мой день рождения Я найду ее, Рэйчел И расскажу ей Насколько ты охренительная Спасибо, Хлоя За Все Все, короче Опять вырубилась А че ее даже одеялом-то не накрыли Блять, в одном В одной пижаме лежит Я сомневаюсь, что там больницы Оттепленные Ты че за хрен? А, Эллиот 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 Привет, погоди Твои волосы Другие Да Да Мне нравится Получилось Здорово И футболка твоя мне нравится Ты не рассказываешь, что увлекаешься машинами Видимо, ты все Обо мне не знаешь ничего Извини, забуду Извини, что я не знаю Темпест с тобой Все 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 Да Никаких проблем Так Что происходит с тобой? Я даже не знаю, с чего начать Сейчас я к Рейчелу пришлю Что? Рейчел здесь? Что случилось? Она не хочет разглашать Ну, она в порядке Ну, она в порядке Ну Ну Это хорошо Думаю, зайду к ней после Дру Она наверняка хочет побыть одна Да Да Конечно Конечно Вы Вы С ней являпались как будто Хуйню? Если это так, ты можешь мне рассказать Я не стану Буду держать тебя в курсе Обязательно буду держать тебя в курсе Но сейчас я пришла позаботиться о Рейчелу Хлоя Хлоя Я за тебя очень беспокоюсь Ну Не беспокойся То есть Ты Последнее Ты в последнее время постоянно встречал Эмберт Почешь так? Правда? И что с того? Ну Это Точно значит, что Что-то происходит Все в порядке Я Смешаю, мэр Чувак Абсолютно Все в порядке Окей Ладно Я тебе доверяю Просто помню, что я рядом, ладно? Если тебе внезапно понадобится помощь Спасибо Ладно Еще увидимся Семья 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 Ха-ха 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 Ох, что-то ты Эмбриш Кому-то С этим шариком пришел К Дрю Мне кажется Неплохо получается Хорошо Спасибо Классно получается Да, круто Здорово Есть кто? 0277 Запомнили Мне даже запоминать Ничего и вводить не надо Вот это хорошо Совсем Реально классно Мне нужно найти В этом кабинете Хоть какой-нибудь способ связи с сэрой Который поможет Ее отыскать Карта преступления Уголовный уголок Аркадия Бэй Снижний шар Куда я потрясу Лос-Анджелес Это снегопад Столетия Досье Джеймс Есть досье на Фрэнка Я не хочу читать это Но я должен focus На поисках Малу Рэйчел Лучший отец А все равно эти награды Больше политика На нем что-то там Это самое Слышал? Звук Изучить Срочно Секретный ключ Осталось Секретный замок Привет, Хлоя Спасибо, что ты навестила Трюк говорит, что Желает тебе удачи Спасибо, ему тоже удачи Хлоя? Да? Ты сильнее всех Надеюсь Ээээ Заперты ящик Открыть Опа Опа Добро пожаловать В Тайнвиль Я должен узнать, кто Джеймс Нужно узнать, с кем Джеймс Разговаривал по этому Секретному телефону Речь могла идти О Сэре Так, мне сказали, что Ты можешь помочь С моей проблемой Переходим Чертова Что ж, обсудим Позвоню вечером Я нашел ту Кого ты искал Позвоню через 15 минут Ну Я не занимаюсь Благотворительностью Мне нужно, чтобы ты Сделал то, о чем мы говорили Я не могу Конечно можешь Потому что я говорил С твоей девчонкой Язык у нее Длинный Оказалось, она не так проста Нам нужно Будет бросить на это Больше ресурсов Только без насилия Расслабься Работать будет Мой лучший человек Как твоя дочь? Ты же знаешь, что она Что это она На меня напала, так? Тебе бы научить Ее получше Себе вести Молчание Наверное, тебе больше нет Нужно разбираться с этим А это вот он Сегодня писал Типа, как твоя дочь Ну, это по-любому Вот этот мудень Который Этот самый А тут больше ничего нет А, Дэймон Да-да-да Это ужасно Какое-то безумие О чем они говорили? Девчонка, Дэймон Имела в виду Сэру? Я в любом случае Должна узнать Вкус или Дэймон Где Сэра? Ну, как заставить Его расколоться? Но Как я могу Сказать мне Где Сэра? Так, мы теперь Используем имена Расслабься, мужик Я просто Либо Все просто Либо ты делаешь То, что я хочу Либо твоя маленькая проблема Становится большой Итак, ты Позаботился О вещдоке Или нет? В каком нахуй Вичдоке Он имеет в виду Шет Дэймон Что мне сказать? Позаботился Знаю Ты в этом деле Новенький Ну вот Как это работает Ты показываешь Мне доказательства Я даю тебе То, что ты хочешь Я надеюсь, что Джеймс В реальности Эта вещдоке Не думаю, что Дэмон Скажется мне, что Сэра Это Если не отправить ему фотографию Джеймс Наверное, что Дэймон Учет досье на всяких людей Вечдоке Ваши вещественные доказательства Он имел в виду Еще Еще Херес В первой части игры Коллектаблсы были в виде В виде этого В виде фоток А сейчас У Хлои Ну, за Макс У Хлои Это в граффити Ну же, полезу прокурорам Видимо, по должности полагаются Ну, не знаю Профи рекомендует Когда ищешь секреты Загляни в компьютер Окружного прокурора Даже если Джеймс пытается защитить Рейчел От ее матери Это довольно мерзкий способ Скучно Шелдон Почему мне кажется, что я где-то слышал это имя? Я слышал В этом Здорово, броу Здорово, Лил Смотри, как ты пришел Ля, тупо не забыл Батьку Дядю Вилю Шелдон Почему я чувствую, что я слышал это имя? Где пропадаешь, брат? У тебя давно не слышно в Дискорде Ё-м-м-м Еще досье Видел ли это? Джеймс у файл на Фрэнк? Я хочу читать это Но я должен focus На оказать мужу Рейчел письма женщин точнее слишком много письма ой как много письма живем столько не отдал их рэйчел вот мудак да мэр рычал меня зовут я бела и я твоя биологическая мать самое первое что ты должна бы мне узнать то что отказ от тебя был самый ужасной ошибки в моей жизни тогда я кое о чем пару огонь с чем кое с чем боролась и продолжаю сражаться с этим с тех пор с тех самых пор это сражение забрало у меня все и что самое важное забрало тебя но теперь я знаю что смогу быть частью твоей жизни . я понимаю что не заслуживаю такое но очень хотел бы попытаться если захочешь и ты прошу не торопись если захочешь что-то сказать или спросить весточка от тебя сделает меня самым счастливым человеком в мире я очень тебя люблю и надеюсь что мы скоро встретимся с любовью сэра да все там же по пропадаю вчера вечерком пацанам заходил а сегодня вечерком зайдешь будем ждать блин еще одну письмо от рычал надеюсь это ничего что если сэр в этом письме очень не похожи на человека которого нам вчера писал джеймс я понимаю твою неохоту позволить мне поговорить с рейчел но не кажется ли тебе что это решение должна принять она сама последний год я делала все чтобы доказать тебе свою готовность занять место в жизни рейчел я прошла реабилитацию я в заявке больше не нуждаюсь в деньгах а в завязке и больше не нуждаюсь в день в деньгах не сегодня опять занят ну и я завтра буду а все завтра вечером забились стоп рост огонь Завтра в Дискорде, окей Не нуждаюсь Я в завязке и больше не нуждаюсь ни в деньгах Ни в помощи, я знаю, что могу Положительно на нее влиять Я еду в Аркадию Бэй В надежде, что тут можем хотя бы Встретиться и все обсудить Чтобы ты увидел, насколько я изменился Если у тебя остались ко мне какие-то чувства Ты дашь мне шанс Проявить себя перед тобой И, надеюсь, перед Рэйчел тоже Как-то ты был А, когда-то ты был любовью всей моей жизни Пожалуйста, не отбирай у меня этот шанс, сэра Ебачь, это что такое Космариша, пиро семейное Право прекращения противоправных действий Уважаемый мистер Эмбер Я представляю сэру Заявление на частную опеку Над Рэйчел Эмбер, своей законной дочерью Прошу вас принять во внимание Что закон штата Орегон требует от опекунов Несовершеннолетних лиц Добросовестно отвечать на любые законные Прошения родителей Возобновить контакт со своими детьми От лица своего клиента Данным письмом я требую, чтобы вы прекратили Противоправные действия Заключающиеся в незаконном отказе В контакте между сэрой Герхард и Рэйчел Эмбер С этого момента вы считаетесь поставленным в известность В том о том, что последующие отказы приведут к подаче иска В соответствии с положением 4.2.4.B Семейного правда штата Орегон Окружным Тиламукским отделом по защите семьи Данное письмо является последним предупреждением По данному вопросу Искренне ваш Кевин Г. Шапиру О-о-о Так, выходит, сэра перестала обналичивать Чек Джеймса Видимо, рассказывает Об этом Как раз забыл Болин Болин Ну что тут больше ничего, прям нету А тут А вот, а я нашел Тебе игра не надарела еще Чувак, это другая игра Уже вторая часть Алло Это следующее Этот самый Ты за сюжетом следишь Или чисто мои комментарии должен слушать Типа, реально классно Мне нравится Я хочу ее пройти И запечатлеть на стримах Должно быть, это то, о чем говорил Дэймон Блин, о чем именно говорил Дэймон Я могла бы просто выбрать на обумку Смотреть на него И проверить на гильзы И проверить, что он говорит Гильзы Может быть, есть инфляция в том, что он говорит Их, может быть, есть инфляция в том, что он говорит Перчатка Перчаток Я на ее не видел, гильзы И кто не срел Нож? Давай Надо было посмотреть на счет А, я дурил А можно заново? Зачем ты оторвала мне эту хрень? Ты знаешь, о чем я говорил? А, дэймон действительно в кого-то стрелял? Не скажу, что удивилась бы Я думаю, что я не должен быть удивлен Если бы Если телек меня чему и научил, так это потому, что малыши просто упали с дымком Ильзы Сфоткать я хз Ну ладно Раз Рад, что нравится Че, блин Я ни в кого не стрелял Ты что, мне вляпать пытай Да, блять Что это, нужный вещдок? Так Да Теперь ты, блять, должен его уничтожить Почему ты так плохо в этом деле? Сейчас займусь Если я can figure out how How do I destroy a glove? Как минимум уничтожить перчатку Может, я смогу ее поднимать сжечь Да В смысле, ты прям здесь ее хочешь, что ли? А А Ну да, пластиковое ведро Пластиковое ведро Уф Лучше не трогать это снова Лучше не трогать его больше не трогать Итак Раз уж ты уничтоживаешь дух Можешь еще и сказать, кто из моих людей стукачет Хватит Паси, шеф, но я все-таки думаю, что ты сделаешь, что я Что я прошу Скажи мне, кто это Или предпочел бы разбираться со своей проблемой сам Бля Ладно, люблю тебя И я тебя Значит, мне нужно знать, кто из моих людей стукачет Ты должна поискать в кабинете Я должна поискать в офисе, чтобы увидеть, если есть информация, которая поможет мне Блин, ну, вряд ли это Фрэнк Я согласен, что это Шелдон, кстати, в будущих делах немного смахивает нас в качестве Судори Гона Истец против Джеральд Скотт Сделка с признанием вины Отказ от прав Я ответчик заявляю на следующее Обвинение Незаконная продажа краденых товаров Виновен А, я понял Я знаю свои права и отказываюсь от них по собственной воле Инициала DC Джеральд Скотт Я понимаю, что судья не обязан следовать данному соглашению Инициала DC Я согласен оказывать помощь суду В будущих делах, связанных с моим собственным DC Джеральд Скотт Запомнили! Джеральд Скотт Надо изучить все три Это тот урод слесопилки Интересно, что Дэймон думает насчет этого Комментария Про активно сотрудничал Оливер Резер Рейзерфорд Досрочно освобожденный Шелдон Пайк А, офицер Оливер Рейзерфорд Условно досрочно освобожденный Шелдон Пайк Арестованы Арестовали ли вас за последний месяц? Нет Если да Напишите дату обвинения Работа Та же Новая Безработная Та же Подтвержденный доход за последний месяц 1775 долларов Компания Должность начальник смены Комментарии Офицер активно сотрудничал Пропущенных проверок нет Подпись офицера Подпись освобожденного УДО Комментарий Шелдон Пайк это мне кажется вообще не тот не подходит что-то как-то ладно быть не может департамент полиции аркадия бэйда все подозреваем фрэнсис бауэр прозвище фрэнк фрэнки фрэнк фрэнки фрэнки б дата рождения 3 спина 8 и 81 фрэнкадия бэйр и гон 1 6 шарм татуировки неизвестно 1 белый понимаю содержание находился под арестом в период с 23 05 2006 под по 25 05 2006 вы злодержим департамента полиции аркадия б по подозрению в торговле наркотиками праздношатаний ёпта что такое праздношатание обвинение в торговле наркотиками снято за недостаточностью улик да он вообще тут не в пределах типа да я думаю это короче вот этот чел который тут и здесь вот лежит ну что вот это не то как имя фамилия джеральд скотт для стопудовый джеральд скотт давай смысли или может тут еще поглядеть они а и тут еще поглядеть смотри можно ёпта дэмон мэрик возраст 31 вкладывающий офицер алекс келлер после словесной перепалки жертвы мэрик начал размахивать кочергой несколько раз ударив жертву области головой после чего скрылся на месте преступления были найдены и добавлены к качественным перчатки блять я мог сразу это прочитать и ебать и ну типа вот они звонок 911 поступила 2120 2221 офицер прибыл на место в 2238 вместе со специалистом по оказанию неотложной помощи жертву была доставлена больницу свидетель пожелавший остаться анонимным заявил что нападавший был дэймон мэрик ага какая дата дату дата преступления 12 04 2010 12 04 12 04 значит узко подожди еще раз где это было пиломатериалы пиломатериалы тумнуса полицейский округ 2205 наносим Это объясняет, почему мистер Амбер знает так много о Фрэнке. Эта душе-бага может быть, что Дэймон говорит о том? Эта парня меня заходил в милку. Хороший парень. Это тот хрень, который продал фаруок-ширты. Продавал в футболке. Да, и мне не дал ни одну, сучара. Блядь. Так, еще раз, подожди, я хочу все правильно сделать. 12-я, 0-я, 10-я. Сейчас, блядь, я это вошел до нас стопудово. Изучи. Это тот хрень из милки. 13-я, 04-я. Нет, не подходит. Кто здесь? Дату мне, дату мне. 0-3, это еще задолго до этого. Блядь, да ладно, не может быть. Подожди, а какое у него? Нет, не может быть, что Фрэнк снижает на дэймона. Нет, не может быть. Но я люблю, узнать о своем плохом лошадке. Тоже не то, короче, блядь. Тут мало досье, очень мало. Короче, это не Шелдон. Это не Фрэнк. Или Гром, или Торговец. Торгаш. Пиломатериалы. Бля, ну там и этот, и тот был. А что я могу сделать? Ну там что написано? Нихуя непонятно. Клятство. Описанный выше человек обвиняется в следующем. При мнении... Ага. Пилорама Тумнуса. Полицейский округ 205. Жертвы. Мэрик начал размахивать кочергой несколько раз. Дарив жертву область головы, после чего скрылся. Найдены и добавлены вещества на наказание перчатка подозреваемого. Свидетель, пожелавший остаться. Анонимным заявил, что на подальше был Дэймон Мэрик. А кто жертва? Ёпта. Блин, я что-то не вдупляю. А как мы не определ... Это не Шейдл, не Шелдон. Вот этот вот хрен, который вон там. Его досье. Это не Фрэнк стопудово. Потому что досье вот оно и подать вообще никак не получается. Может в письмах еще? Подожди! Подожди, компьютер же есть! Алло! Есть же компьютер! Блин, этот парень стукачный лесопилки. Он так клёвил себе. Он со мной вел, интересно, может... Я могу обвинить кто-то еще? Прочесть. Содержание. Задержан полицейским департаментом. Подозрение в перевозке наркотиков. Задержан полицейским департаментом Аркадия Б. Подозрение в перевозке наркотиков. Отпущен после допроса офицером Эрни Йейтсом. Описан как очень охотно сотрудничающий источник информации о местной криминальной активности. Ага. Писан как очень охотно сотрудничающий источник информации о местной криминальной активности. Бля, родни Сирс. Да ну наху? Бля не, но он крутой чувак. Он меня же в итоге пропустил без всякого говна. Да мы вот этого, короче, подставим, который футболку нам не продал, помнишь? Винить его. Это Джеральд. Я думаю, что ты не знаешь, что нахуй несешь. Сделка с признанием вины. Может, тебе стоит спросить его о сделке с признанием вины, которую он для себя выбил? Интересно, как он умудрился. Блять, никогда бы не подумал. Джеральд сколько раз захочет, чтобы мы вообще не встречались. Хорошая работа. Выходит, он остался только наш... Выходит, остался только наш с тобой обмен налом. Покажи мне оплату, и я скажу, где мы встретимся. Оплата? Блять. Сколько? Ровно столько, сколько вы у меня украли, легавы. Высокое надеяться, что у Джеймса уже есть деньги, Дэвилл. Но где бы это быть? Вот только где? Попилки. Интересно, это как-нибудь связано с заначкой Дэймона? Твою мать. Твою мать. Ладно, хорошо сработано. Вот твоя девчонка в подарочной упаковке. Блядь, это Сэра. Она на лесопилке. Что с ней делать? Что он делает с ней? Принеси мне деньги, и можем закончить дело. Уже в пути, не предпринимай ничего до моего прихода. А ты правда в этом новенький. Лучше поторопись. Эта цепа начинает действовать мне на нервы. Твою же. Джеймс вообще понимает, что делает? Ладно. У меня еще есть время. Дэймон ждет свои деньги, верно? Значит, пока он ей ничего не сделает. Блядь, надо двигать туда в тепе. Лэ? Эллиот? Эй! Эллиот, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Это же дом Рэйчел, правильно? Ты правда за мной шел? Ты следил за мной? Ты... Ты... Ты следил меня из хоспитала? Я сделал. Я беспокоюсь о тебе. Я в порядке. Ты... 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 Ты действует crazy. Ты не должен быть здесь. Хлоуи, что ты... Эллиот, положи это внизу. Ты... Ты... Эллиот, положи на место ты понятия не имеешь, во что вбеживаешься. А ты, Хлоя, во что ты впуталась? Ты... Ты не поймешь. Дай мне шанс. Какого черта ты делаешь? Я не могу особо распространяться. Это связано с матерью Рэйчел. Ее настоящую мать. И это объясняет, что ты вламываешься в дом прокурора, и у тебя при себе... Это? Веришь или нет? Веришь или нет? Ну да. Как же меня достало, то, что ты не видишь, кто Рэйчел на самом деле такая. Как же ты поймешь, что она с тобой делает? Эллиот, просто... отойди. Нет. Ты должна меня выслушать. К чему тебя привели отношения с ней? Ты... Ты не понимаешь, о чем говоришь. Что случилось, когда вы впервые затусили? Что случилось? Ты ввязалась в драку. Она спасла меня. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Рэйчел, мой зад спасла. Не сомневаюсь. Так тебе и кажется. Хватит намекать, что она как будто плохо на... На следующий день она уговаривает тебя пропустить уроки. И чудо, у нее проблем почти... Нет. А тебя отчисляют. Ты был мой выбор. Я взяла на себя вину, потому что хотела этого. Рэйчел пыталась меня защитить. Но в итоге у нее все каким-то образом случилось прекрасно, как обычно. Ты не понимаешь. Тебя там не было. А когда она против твоего желания заставила тебя почувствовать в пьесе, она позволяла тебе... Выставлять что-то на себя. Слушай, мне жаль, что я кинула тебя с пьесы. Но, дело не в этом. Чувак, я серьезно. Тебе бы заткнуться нахер, пока не... Я достаточно молчал. Послушай, Рэйчел, прекрасная актриса. И я не про сцену говорю. Она фальшивка. Ты настоящая. Мне больно смотреть на то, как она с тобой манипулирует. Эллиот, Клянусь, никто на ней манипулирует. Нет? Глянь, где ты оказалась. Не доучка, якшаешься с уголовниками. Вламываешься в чужие дома. Это безумие. В больнице сегодня запросто могла оказаться ты, если когда-нибудь... Если это когда-нибудь произойдет. А... Ценю твое беспокойство. Слушай, я слышу тебя. Я... Я обращаю вопрос. Я не думаю, что ты так делаешь. Эллиот, я тот, кому-то не безразлично. Хлоя, я! Не Рэйчел, пока тебя посмотреть. Что? Что это значит? Это значит, что Рэйчел, что сейчас ты должна перестать думать о Рэйчел и послушать меня хоть раз. Узко. Эллиот, я знаю, что ты расстроен, но я не расстроен. Я пытаюсь помочь тебе. Слушай, я извиняюсь, но мне правда нужны. ты реально нужно идти. Почему ты заставила меня это сделать? Ты не можешь меня просто выслушать? Эллиот совсем поехал. Нужно избавить полицию. Так, чтобы до него не дошло. Кто тебя поддерживал? Когда уехал Макс? Когда погиб твой отец? Никто, кроме меня. Нам нужно о многом поговорить. И меня не волнует, сколько это займет. Мы не уйдем, пока ты не поймешь, что я прав. Жестко-жестко-жестко. Закрыл. Ладно, Эллиот. Ты так сильно хочешь поговорить? Поговорим. Чтобы добиться успеха, ну, мы в курсе уже, да? Поехали. Как это происходит на самом деле? Мне ты можешь рассказать? Тут живет прокурор. Тут происходит вот что. Мы стоим в доме хрошенного прокурора. И нам надо было уйти, пока он не вернулся. Не волнуйся. Раз Рейчел в больнице, Джеймс не скоро вернется. Я имею в виду твою ситуацию. Рейчел, опасно. Тебе нужно это понять. А, Рейчел опасно. Да ты меня тут держишь. Блядь! Я проебался, да? Да, Бэй, Диэй, Джеймс Эмберс Хаус. Ты действуешь странно. Что происходит? Блядь! Нет, 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 нет. Сука, вот именно этот момент я хочу, короче, типа, пройти полностью за нам. Что ты делаешь здесь? Поехали. Что ты делаешь здесь? Это Рейчел, да? Ты действительно просто следил меня здесь? А, Рейчел. Блин, это никак не пропустить. Честно, Эллиот, можешь осуждать меня сколько хочешь, но то, что ты так пиздец, у меня нет на это времени. Когда? Что? Когда у тебя будет время для меня? У тебя есть все время мира для Рэйчел? Мне досталось, что ты не видишь, кто Рэйчел на самом деле. Когда ты увидишь, что она с тобой делает? Эллиот, просто... Просто отойди. Нет! Ты должен слушать мне. Что с твоей отношения с ней получила? Ты... Ты не знаешь, о чем ты говоришь. Первый вечер, когда ты спрашиваешь. Что случилось? Ты уйдешь в борьбе. Ты не знаешь о том, что ты говоришь. Рэйчел спасал меня. Я уверен, это как тебе казалось. Стоп. 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 И сейчас ложится ты, что ты climbs allowed в школу. Стоп. Ты не уйдешь. Стоп. 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 Ты не понимаешь. Ты не был уйд! Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? She let you make a fool out of yourself. God, look, I'm sorry I ditched you for the play, but... This isn't about that. Seriously, man, you need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress, and I don't mean onstage. She's fake. Ты настоящая, и я не люблю тебя манипулировать вот так. Эллиот, я помню, что никто не манипулирует меня. Нет? Просто вот где ты сейчас находишься. В школе школы, хранить с криминалами и бросать в домашних домах. К сожалению, это не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотреть правду в глазах. Вот, наконец, моя. Это значит, что ты будешь остановиться, Рэйчел, и обращай внимание на меня, за что-то. Смотри, я извиняюсь, но я действительно хочу идти. Почему ты меня делаешь? Почему ты делаешь это? Ты не можешь просто слушать меня? Эллиот, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Кто был за тебя? Когда Макс left? Когда твою папа умерла? Никакой еще не говорил о тебе, except я. Мы у нас многое говорить. И я не знаю, что долго это занимается. Мы не оставим до того, чтобы ты увидел, что я правильно. она дает и так сильно хочешь поговорить под его на такси так вот релико она не по самом деле you can tell me где ты можешь сказать тут в доме эмберов и минер спецификой like the amber house i'm talking about your situation ситуацию рейчел рейчел опасно тебе нужно это понимать моя жизнь опасность я не хотела признаваться это правда мы живем под серьезной угрозой спасибо, Клоэй. Все, что я хочу, это помочь тебе. Я рада, что ты наконец-то увидел это. ты прав. мне правда нужна помощь. немедленно я никуда не уйду чувствую себя загорной, как будто в ловушке как же я хочу уйти в этой ситуации я правда поступила, все мне рассказав, и я хочу, чтобы ты знала я всегда готов тебя поддержать несмотря ни на что ля опа это полиция ладно, без паники уверен, они они просто хотят спросить, что мы тут делаем что нам делать? я поговорю с ними беспокоиться не о чем спасибо, Элиот ты четкий друг это давай давай топай подставила ааааа ояаа ну поехали Мы сидели, что у меня тут кабинет объявляют. Блин! Внутри вот эту дырку лёгнула. Другу смотри, блядь! Загоревший лес. Который два сезона горел. Сколько разрушений. Все потому, что Рейчел разозлилась на своего отца. Который убрал ей всю её жизнь. И он всё ещё... Врать. Эй, эй, отцом быть тяжело. Это не оправдывает его действия. Я лишь говорю, что я сделал бы всё, чтобы защитить тебя. Нихуя кто появился, смотри. Эй, пап. Да? Да? Ты когда-нибудь врал мне? Я не про тот случай, когда ты сказал, что пепельница, которую я сделал для мамы, не полное дерьмо. Я типа про серьёзный муж. О чём-то, что могло бы сделать мне больно. Что ты думаешь? Что-то, как ты думаешь? Бля, ну хуй знает. Я просто... Я уже и не знаю. И именно поэтому всё так прошло. Джеймс Эмбер, как идеальный отец, Джеймс Эмбер, как скрытный засранец, ведут сюда. С Ричел абсолютно одинаково. О, милая. Ты ужасно. Значит, у меня бы лучше не вышло, так? Любила бы ты меня? Вот о чём врал. Я думаю, это зависит от того, что это было. Это и дело, милая, правда. Рисковая штука. И только мысль о том, что ты можешь любить меня меньше. Не думаю, что я мог бы с этим рисковать. Действительно ли ты готова услышать ответ на свой вопрос? Знаешь что, пап? Забей. Мне не нужно знать. Я не... Я не нужно знать. Видел? Видел, нет? Отмотай. Посмотри. Что у них сейчас с глазами было? Кошмар. Ужас. Крипипаста. Получается. Так будет лучше. Как лучше? Чтобы я навсегда остался идеальным отцом? Сколько людей могут такое сказать? Сколько людей могут такое сказать? Нужно. Моя тачка, мой музон. Может быть? Как больше, чем людей? Не, 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 не. Смешаю с людьми, не, 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 не. сейчас начнется самое интересное для еще конец с эпизода серьезно что мне бабки посылают Это кровь? Фрэнк? Фрэнк? Фрэнк! Фрэнк! Это не так. Я тебя спешим, Фрэнк. Фрэнк! У меня было вилга. Впервые я должна помочь вам и Рэйчелу. Иди сюда. Где, черт возьми, Сэра? Сэр, ложись, лежи здесь на мне. Будет мяукать. Не скажи мне, что делать. Я рада видеть болг целости и сохранности. Нож, кстати. Мяукой не может быть плохой идеей. Никогда не думал, что я должен сказать. Я не понял, что скажу это. Покажь взять. Нет. Покажем. 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 Я просто пытаюсь помочь. Блин. Отойди от нее. Я сказал, BBC. Блять. Заткнутся. Нет. Папал в твоей скайной скайной место. пусть этот послужит тебе уроком выбирая в жизни правильно покончишь как она дэймон натворил что ты встал на ноги ты же не хочешь опять начинать а окей ну ладно это я не хочу опять начинать ну хорош тебе мужик факе пошел нахер а а Сэра? Клоэ Прайс. Где Фрэнк? Или Дэймон? Твой друг Фрэнк позаботился о Дэймоне. Сейчас нет нужды беспокоиться о них. Сядь. Сэра, с вами всё в порядке? Нам нужно обсудить происшедшее. Мне так жаль. Рэйчел не должна знать об этом. Нам нужна помощь. Позвольте мне позвонить к кому-нибудь или куда-нибудь. А слушай меня. То, что сделал Джеймс, нанял бандита, заказал ему накачать меня. Он кусок дерьма. Да, я позвоню, что Рэйчел никогда не должна узнать об этом. Рэйчел заслуживает знать правду о том, что с вами произошло. Нет. Она не заслуживает. Рэйчел заслуживает любящего отца. Отца, который они заботятся. Джеймс доверенный до отчаяния человек, который любит свою дочь, как она его. Скажи, что случилось здесь, и Джеймс отвезет от него. Отнимешь навсегда. Она заслуживает встречи с вами. А что Джеймс претензает от вас? Ты... Она хочет встретиться с вами, Сэра? Нет. Она хочет. Она хочет встретиться с мамой. Я никогда не смогу ей уставить. Почему вы так говорите? Потому что Джеймс прав. Он забрал у меня то, что я, возможно, никогда не верну. Но он прав. Но он прав. Я сломлена. Вы не сломлены. Вы сильно. Вы не сломлены. Все родные, Сэра. О. Разве все оставляют собственное дитя на 15 лет? Разве все берут деньги, чтобы держаться подальше? Сейчас. Вы здесь. Это будет важно. я знаю что такое чувство потери я потеряла отца два года назад что автокатастрофа он поехал забирать маму из магазина грузовик выскочил в красный свет соболезную я не понимаю что они для меня значит это боль все страхи все исчезает к нам больше не грусть не печали захочешь чувствовать себя иначе хоть когда-нибудь я не знаю какого быть нужна это знание дает никакие силы которых вы раньше не подозревали реально нужны рэйчел 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 нужна ее семья не понимаю чем говорю но я лишь хочу чтобы она бесстрашна она великолепный талант ощущаешь духом хорошая жизнь она росла в любящей семье у меня было то что я никогда не смогла бы ездить хотя бы пообещай пообщайтесь она говорила что все же чувствовал словно ей чушь и твой носа с этим чем были вы и всего хватало не идеально блять она кремень непробиваемая сука заебала наладить одно и то же сраный мажор а роз позволяет манипулировать возможно покрытие не заслужит важен джеймс я и не ты нужна рэйчел скажешь ей джеймс и он умрет для нее навсегда ты понимаешь это да ты потеряла отца ты хочешь чтобы рэйчел прошла через это вспомни письмо мастерки у этого мейн высказывает а был отказ от рэйчел да что вы писали в вашем письме ты читал ему вам не обязательно совершать одну ошибку двадцать ничего не справит моих ошибок я никогда не смогу быть матерью рэйчел не в этом мире я все еще могу для нее кое-что сделать единственное на что способны пиаме позволь мне дать ерца которого она заслуживает того кто выросил ее защищал того кто любил ее больше всего на свете поступай как знаешь все в твоих руках и ты не не в что я была здесь пусть в ее мире будет тишина По пути не я. Постойте. Я буду о ней заботиться. Я верю. До свидания, Клоэ. Хорошо. она ел рейчел только что усну уверен она будет ужасно рада тебя видеть привет дальше мужика тебе нужно отдыхать можно мне поговорить с Хлоей наедине минуту хорошо дорогая мы будем прямо за дверью как самочувствие как будто ножом пырнули врачи говорят что останется тумовый шрам может пришла пара для тумановки мы так и не сбежали да у нас еще есть время все время мир ну как все прошло для рейчел все хуйня нас ебать рейчел мы не нужно тебе кое-что рассказать да блин ну ты шооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Но я скажу правду Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»